всем привет у нас сегодня опять встреча на тему архитектуры и в частности риск файла вот и мы потихонечку переходим к той части где из таких вполне однозначно соответствующих классической архитектуре тем мы переходим к тому что наш эмулятор раз с которым мы работаем вынужден эмулировать в той или той или иной степени приблизительно мы уже с этим встречались самого начала системными вызовами мы с этим встречались при обработке исключений когда значит выяснилось что исключение брейк ему некуда выходить кроме как туда наверх в сам раз вот ну и в общем теперь эта тема нас будет преследовать до самого конца потому что чем сложнее задачи которые должна решать наша аппаратная архитектура тем внутренней и сложнее ее аппаратная собственно поддержка и тем сложнее написать какой-то ознакомительный инструментарий с помощью которого можно было бы все это руками пощупать ну без проблемы за а два часа эфирного времени вот присутствующие у нас непрерывно на наших лекциях сокращенец как раз вот эту тему настоящего не эмулируемого железа и работы с ним сейчас активно развивает вот возможно ближайшее время появится ресурс в котором можно будет посмотреть как минимум на работающую железку и то как с ней работа может быть даже дистанционно ее пощупать об этом мы сейчас разговариваем вот наша задача с вами немножко другая наша задача именно получить представление об архитектуре и в целом и как-то выражается в этом самом риск файве в частности вот и пока что раз нас полностью удовлетворяет вот а когда у нас удовлетворяет перестанет у нас семестр закончится вот потому что напоминаю планируется этот курс он планируется часть как часть большого курса по архитектуре в м который там в четыре раза больше вот ну правда там практики тоже два раза больше но тем не менее такие дела наша сегодняшняя тема это работа с вводом выводом аппаратным но по такому значит достаточно архаичному и неэффективному принципу который называется полинг идея стоит следующем ну для начала вспомним что даже в архитектуре фон неймана который собственно как таковой не было да это была большая большая статья принципов и на туда уже другие люди вынимали даже в архитектуре фон неймана было разделение на какие-то устройства ввода вывода хранения еще что-то какой-то в общем с точки зрения тогдашней почти столетней давности может быть чуть меньше компьютер должен управлять внешним устройствами сам вот понятное дело что как бы с тех пор мало что изменилось возможно изменилась концепция относительно того что такое управлять вот но понятное дело что управлять всем все периферии то есть тому что из чего состоит весь компьютер целиком тоже нужно со стороны процессора как же не для этого нужно изобрести какой-то протокол то есть какой-то формализм каким способом наш процессор будет взаимодействовать с внешними железяками к нему подключенными вот причем с одной стороны будет этот способ должен быть абсолютно формальным потому что это процессором ничего другого не умеет ему нельзя так на пальцах по понятиям объяснить он заработает а с другой стороны это должно быть достаточно гибкий достаточным универсальный инструмент чтобы а чисто теоретически можно было компьютеру подключить абсолютно любую железяку и мы могли эту железяку эффективно обслужить вот как обычно в курсе в архитектуры вы запрос на решение какой-то задачи может быть решен аппарат на может быть пришел программ на очевидно что управление внешним устройством без какого-то аппаратного дополнение к тому что мы знаем про процессор на данный момент невозможно и для того чтобы ими управлять нужно что-то в процессоре самом предусмотреть первое как вообще подключать эти устройства к железяки то есть чисто аппаратные вещи там не знаю вот как устроены провода провода ли это значит во что эти провода вот ну ты кто значит эти провода какая микросхема конкретно значит на них сидит и чё с ними делает в какие последовательности данных согласно какому протоколу творящиеся на этих проводах эта микросхема формализует и так дальше как устроено аппаратное взаимодействие чисто по вот сигналом между внешними устройствами и тем что мы раньше считали нашим компьютером теперь оказалось что внешне устройство туда тоже разумеется вторая соответствующая часть это а программное взаимодействие то есть как мы должны вот эту вот этот формализованный протокол общения с внешними устройствами обслуживать со стороны как вот нас как уже не разработчиков хардвера а программистов на сэм на языке сэм вот и еще одна важная часть это собственно ради чего мы этими устройствами управляем бывают такие устройства которых у протокол управления собственно в том и состоит чтобы устройство сделала что-то сделай то сделай это а бывает такие устройства задания задачи которых передача данных иногда очень больших объемов этих данных ну скажем устройство хранения данных это вполне себе внешне устройство чтобы там не говорил фанейман вот и это внешнее устройство если очень грубо говорить управляющий протокол занимает очень мало времени и место в взаимодействии а собственно сами данные которые передаются очень много в этом случае можно считать что передача данных это тоже такое управление ну как бы выведи эти данные управление но с другой стороны сама задача передачи больших кусков данных от процессору внешне вне от из памяти мне во внешнее устройство она по этой причине становится особняком потому что как бы объем управляющего потока и объем поток содержательных данных просто не сравним да это значит мы должны аппаратно эффективизировать объем именно в первую очередь актуальных да вот все вот это все эти три задачи требует аппаратного решения так или иначе мы пока что будем говорить про самые простые варианты а про сложные мы упомянем только скользь потому что раз в них уже не умеет напоминаю мы начинаем достигать предел нашего эмулятора дальше значит вот они мы будем видеть как бы дыры забор и дыры в заборе немножко пропустим кусочек который связан с определением внешнего устройства напоминаю что этот курс в том числе планируется читать на авто на первом курсе 2 семестра вот где люди в общем могут знать чуть поменьше вот сокращение с нам напоминает о том что при увеличении сложности мы кстати тоже будем про это говорить не знаю когда видимо позже при увеличении сложности компьютера вместо прямого управления устройством со стороны процессора начинаются такие каскады устройства управления друг другом чтобы значит процессор взаимодействовал только с чем-то таким генеральным а это генеральное уже взаимодействовал с конкретными подсистемной подсистема уже там дергали железяки вот трехуровневый например да в принципе естественно ожидать что устройство которое мы подключаем компьютеру может быть безумно простое три провода шмяк-баряк лампочка зажглась а может быть реально сложный например представляет собой у специализированный компьютер там для управления не знаю не электронным микроскопом или видеопамяти вот в смысле видеокарта да и с этой точки зрения еще не понятно чего круче у нас видеокарта или процесс просто видеокарта более специализирована на ней более хитрое и более прибитые гвоздиками зато более быстрая математика а так в общем по мощностям не всегда разберешь в он майнит люди на видеокартах например потому что считает вот существует примерно три способа организовать взаимодействие центрального процессора с внешними устройствами понятное дело что это разделение абсолютно такое ну что ли не не окончательная вы вполне можете ввести какую-то свою собственную классификацию я его ввожу исключительно для того чтобы понимать как бы диапазон того что мы можем свалить на процессор и того что мы можем свалить на контроллер памяти ну в общем как-то разбросать ответственность за управление внешним устройством между компонентами нашего нашей в самый первый как ни странный вариант когда выяснилось что устройство внешние бывают очень разнообразные сводился к тому что все их стандартизировать то есть поддерживать идею фонеймана относительно того что всеми устройствами управлять непосредственно процесс выглядело это довольно смешно вот например системе объем 360 были так называемые канальные программы что это означало это означало что в одной и той же памяти а в бен 360 память была уже виртуализована то есть мэри менеджмент юнт там был в одной и той же памяти могут лежать программы для разных процессов для центрального процессора для устройства вывода на перфокарты для устройства вывода на магнитные барабаны и это устройство вывода на магнитные барабаны представляла собой такой компьютер вот специализированный со своим кодом и этот код лежал прям там же в память правда в памяти в той же самой памяти оттуда выполнялся канальный программ вот идея стоит в том что мы абсолютно стандартизуем все наши устройства чтобы они были совместимы с нашей архитектурой уже имеющиеся ходили в память там вот это все вот а когда нужно выполнять какие-то особенные действия на них эти особенные действия мы будем просто говорить ну и о чем вот у нас есть память там лежит канальная программа скажем для терминала вот и давай терминал выполняет у канальную программу вот все взаимодействие то есть довольно на на самом деле остроумное разделение полной унификации и как бы полного отказа от какого-то предданного заранее придуманного поспу функционеры внешнего устройства вот твои твоя программа на твоем языке написаны выполнение вообще говоря не очень хорошую идея с точки зрения малых и быстро развивающихся в м понятно что какие-то там значит шестидесятые годы или там когда один вот вот эта серия развивалась mainframe какой-нибудь но мы прям уже до сих пор работает а вот вот старые системы они начались очень давно когда каждый компьютер строился по 5-10 лет устройство к нему тоже делались по 5-10 лет понятное дело что тогда это было удобно случае малых и в м другой полюс давайте сделаем все наоборот давайте предусмотрим какую-нибудь одну команду вывести вон на то устройство в специальное место этого устройства какой-нибудь байт и еще одну команду ввести звон с того устройства какой-нибудь байт а управление этими устройствами будет заключаться в собственно последовательности выводимых этих самых байт что при этом получается мы берем нумеруем нумеруем вам всех наше устройство просто вот нумеруем некоторые устройства настолько сложные что им присваиваться сразу несколько номеров называем эти номера портами и просто все управление устройствами складывается в соблюдении протокола который для каждого устройства написано отдельно на бумажке мы просто туда в эти порты пихаем какие-то байтики вот и это одна единственная там команда out нашего нашей этой самой системы команд и еще есть а единственная команда и наш система команд когда мы читаем эти быть что-то похожее на регистры управления статуса о которых мы говорили на прошлый на прошлый лиц но управление статус это собственно информацию состояния конкретного ядра конкретного процессора 1 даже не нескольких ядер есть многоязерный да вот цср и имманентное одному даже может быть частью 1 1 хардварит нет х 2 3 то все-таки разные вот одному ядру точно а такая же идеология только по отношению в произвольном внешнем устройстве главный недостаток вот об этом говорит нет не говорит он не об этом говорит сокращается главный недостаток управление с помощью портами состоит в том что у на одну операцию управления уходит довольно много телодвижений потому что если надо что-то запихать в достаточно сложное устройство это достаточно изощренная последовательность да вот и немножко значит немножко все это как это правильно сказать да значит главное достоинство в том чтобы абсолютно оторваны о том как на самом деле все это реализовано мы просто отдаем контролируем внешнее устройство номер столько-то бойтик такой то дальше она с ним делать что хочет так вот эти последовательности управления внешним устройством через порт и довольно медленная штука вот и как ни странно почему-то не знаю почему при работе с портами постоянно возникает проблема синхронизации хотя в общем казалось бы вот но самое главное что это в общем опосредованная вещь вот сокращение по своему опыту работы с маленькими контроллерами говорит что в случае если у вас довольно медленный процессор то работа с портами быстрее чем работа через memory map вот и разнообразнее ну собственно именно потому что процессор сам по себе дохленький вот заставляет все делать его заставлять его работать включать подключать к управлению внешним устройством контроллер памяти значит нагружать контроллер памяти а если мы выбросили байтик в какой-то порт и забыли про него да то это как бы существенно удобно насчет разнообразности я так тоже думаю что это вопрос исключительно дизайн конкретной железяки потому что с этой точки зрения какая нам разница в память мы пишем и полюбили по номеру парта разнообразнее конечно память потому что memory map может происходить разным способом а порты они в общем как правило прибиты гвоздиками там для конкретного устройства работать как и вот альтернатива та самая альтернатива та самая про которого я говорю это нечто среднее когда мы берем и задействуем для управления внешними устройствами задействуем контроллер памяти то есть мы вместо того чтобы процессор занимался пробрасыванием каждого байта внешнем устройстве просто записываем все что мы хотим передать нашему внешнему устройству в какой-то определенный адрес памяти эти адреса не являются оперативной память они просто отображены на адресное пространство оперативной памяти и тем самым мы как бы убиваем двух зайцев во первых мы вообще не вводим никакие команды дополнительные работы с внешним устройствами до лот ворд лот байт лустой ворс столбай 100 халп вот все наши команды мы их и так знаем то есть нет какого-то специального специальной инструкции управления внешними устройствами вместо этого есть запись во внешнюю память куда-то запись в определенный адрес памяти который ассоциируется с управлением это устройство второе убивание зайцев что если у нас есть какая-то эффективизация какая-то оптимизация работы с памятью то есть какой-то кэш контроллер памяти который сам занимается пересылкой ну как бы сам занимается взаимодействием дальше то задачу общаться с внешними устройствами внезапно перекладываем на этот контроль мы записали туда контроллер разбирайся центральный процессор в это время может заниматься какими-то другими вещами если конечно у него не произошла синхронизации он не дожидается операции записи вот то есть первое вообще не не нужны никаких отдельных инструкций работ внешними устройствами второе реальный реальным взаимодействием с внешним устройством занимается не сам процессор а конкретный контроллер памяти и до этом на медленных на медленных платформах может быть действительно медленнее чем прямой in и out вот и 3 вот эта картина того что у нас валяется в памяти может быть довольно разнообразная а порт ну как бы трудно ожидать от устройства что она сегодня будет на одном порту а завтра на другу вот мы можем в случае memory map а отображать на память как те самые регистры управления то есть некие ячейки памяти записи битов в которые приводят к тому что устройство начинает что-то делать или регистры статуса из которых мы читаем биты и знаем что у нас за состояние устройства очень похоже на цср то так и передачу данных то есть в устро в регистр управления записали а я сейчас тебе передам данные в регистр данных записали а вот твои данные или например отображать сразу целый кусок памяти на память например видео память может быть представлена как адресное пространство прямо у вас в оперативной памяти в том месте где никакой микросхемы даже нету не соответствует вот и вы прям туда пишите а дальше уже это дело контроллера памяти и видеокарты как пускай они сами разбираются как запись одного машинного слова превращается в зажигание пикселя на вашем видео экране кстати сегодня у нас это будет вот итак регистр управления вводом в регистре который мопируется на она отображается на память могут быть управляющими когда мы пишем определенные значения причем как правило определенные бички в этот регистр и значит сокращение с вы описываете дома если мне не изменяет природная наблюдательность в случае когда у вас например сначала на выставить бит готовности а уже потом а передавать данные надо сначала выставить бит готовность а потом передавать данные вот или же вы описываете просто технологию пулемет технологии пуш давайте не вы скажем так для этой темы овер квалифает вы слишком много работали с разнообразными железяками и как бы вот просьба немножко немножко ну короче аккуратненько да значит управляющие регистр данных это собственно решение проблемы передачи самых данных вот и статусные это когда у нас там отображается что-нибудь мы это все видели с случится сэра но напоминается сэр это статус и состояние конкретно процессора а значит мил может быть отчевугу довольно часто это мы будем видимо в следующей лекции смотреть бывает так что устройство работают долго и пока они работают и работу не закончили пользоваться ими нельзя это кстати идет как раз тем сегодняшний полинг да например вы сказали устройству выводи и она выводит знаете какое самое из всех подключенных компьютеру внешних устройств самые медленные которые перерабатывают данные медленнее всего этот человек пользователь вот пользователь работает медленнее чем любое внешнее устройство подключенное компьютер за исключением разве что нет вообще любое вот поэтому например если нам нужно что-то там вводить или выводить то как правило такие вручную как правило такие устройства работают потрясающе медленно по сравнению с самим со скоростью работы процессора очень-очень много времени вы такие внешние устройства пребывают состоянии а я не готова у меня нечего вам вводить или я еще не вывела ждите до этого как раз бывают в статусных регистров соответствующие бичики на предмет того что вот а теперь я готова можно дальше выводить вот вот это вот технология маппинга адресов оперативной памяти в какую-то другую память разумеется разумеется следует нашей общей идее что когда 50 лет назад придумали оригинальное решение вот и теперь значит это оригинальное решение стала легоси который до сих пор работает когда-то очень давно memory map it input output работал так вот у вас есть провода и дешифратор адреса и частично значит у вас дешифратор адреса когда вы обращаетесь по определенным памятью по определенному адресу обращается к банкам памяти которая оперативны а когда вы берете другой адрес просто провода припаяны в другое место и тот же самый дешифратор адреса входит к другим банкам памяти который потому же совершенно аппаратному протоколу поэтому вам ему все равно в какие провода это все мапировать вот но только эти банки памяти принадлежат уже не оперативной памяти каком-нибудь внешнему устройству ну не знаю там хранилище и там то есть когда-то давным-давно никакого уровня абстракции не было просто вот провода вели в разные стороны от этого собственными мм его сейчас конечно все не так есть целая подсистема внутри процессор который этим маппингом занимается но в общем это уже разговор более глубокий для нас пока недостаточно вот так нам надо ускоряться я уже полчаса как бла-бла значит что можно сказать по части аппаратных задач смотрите как только мы придумываем как казалось бы и гениальную идею как просто все сделать так сразу у нас возникает фронта вот как это просто на самом деле сложно пример вот у вас несколько устройств одновременно закончили работу и хотят выставить свой а статусный бит у себя в регистрах потому что они готовы актуально одновременно в один и тот же такт работы процесса как кто из них там чего выставить первым и это самый простой пример на самом деле примеры арбитража очень сложная штука это один из самых сложных алгоритмов обитраж на шине работа устройств дальше должен быть аппаратный механизм сопоставления вот этого самого адреса устройств должен быть аппаратный механизм как банальный обмен данными с контрольным памяти превращается в обмен данными с разными устройствами то есть протокол со стороны с точки зрения процессор один тот же а вот с точки зрения того лоуэнда как мы эти данные потом передаем на устройство очень разный ну допустим видеопамять и какой-нибудь последовательный порт воды год это очень разное устройство да и унифицированное управление с этой стороны приводит где где диверсификации делу нефицированные управление вот то же самое аппаратно должна быть решена проблема как то устройство непосредственно в милой ячейки внезапно отображает записывать туда значение то есть как этой самой милой памятью вот этим отображением управлять со стороны периферии она должна уметь это делать вот ну и собственно сам факт передачи данных если они большие тоже должен быть как там есть еще такая тема мы с ней встречаемся впервые на рарсе мы ее наблюдать не будем но она теперь начнет нас преследовать так легонько ходить за нами по пятам эта тема а что делать если процессор быстрый и оптимизированный и например в нем есть переупорядочивание обращение к памяти или просто тупо кэширование обращение к памяти если как мы уже договорились memory map тынк паутут это работа с внешней память посредством контроллера и этот самый контроллер внезапно должен понимать что вот этот кусочек например кашировать просто нельзя потому что там данные могут сама сама зарождаться сами или он хочет его кашировать но тогда внешнее устройство помимо помимо того что просто обновляет значение ячейки должно еще инвалидировать киши еще хуже да да вот тут вот нам напоминается что продавитель железа гораздо изобретать абсолютно невменяемые протоколы потому что эти протоколы как правило предназначены не для удобства управления для удобства разводки микросхем да значит еще более странная ситуация в случае аппаратного аппаратного переупорядочивания есть у вас есть той самой hardwari треды то есть несколько вычислительных устройств которые могут одновременно выполнять независимые по данным инструкции или по управлению вернее по данным по управлению то вся эта фигня валится если вы работаете в это время с внешними устройствами потому что предположим логику нас такая сначала мы записываем в регистр в регистр команду а потом к этой команде данные ну или вот сокращение с говорит что часто бывает наоборот сначала мы кладем в один регистр данные а потом дергаем команду говорю забери там готово в любом из этих случаев простая логика переупорядочение обращение к памяти скажет вы обращаетесь к разным ячейкам данных эти операции можно выполнять параллельный неважно в какой последний что в действительности категорически не так потому что таков протокол сначала выставить данные потом сказать забирай или сначала сказать чья будет команда чем у тебя запишем вот для этого для управления барьерной памяти в архитектуре риск 5 предусмотрена даже целая специальная инструкция которая называется фенц огород ну смысле забор барьер фенц это команда что вот к этому месту к моменту когда мы выполним эту инструкцию все параллельные работающие с памятью операции должны завершиться например для того чтобы реализовать алгоритм сначала записать в регистр а затем прочесть из другого регистра потому что в этом в этом как бы по факту записи сюда здесь появится какое-то значение вот в этом месте нужно вставить огород записать в регистр по фенцить прочитать из регистра вот поскольку есть в результате получается не только записи чтения но input и output при работе с внешними устройствами инструкции fans как раз и предопределяет аж 8 случаев в каких где именно по части чего именно мы ставим огород все инструкции по записи все инструкции по чтению все инструкции по аутпуту то есть запись в мио все инструкции по чтению то либо по импуту то есть чтение змея вот и с это с аксессор ap это предисосор то есть предисосор это значит вот эти биски означает что к данному моменту все вот такие инструкции должны быть закончены а вот это с аксессор означает что начиная с данного момента не понял сейчас скажу а водка все еще интереснее все еще интереснее мы говорим что вот в том месте где мы поставили забор все инструкции вот такого типа какого выбранного предисосор да и о р и в должны закончиться перед тем как начнутся все инструкции вот такого типа то есть забор довольно гибкий да он такой самоперемещающийся по мне по потоку выполнения он ну допустим мы говорим что все инструкции типа в райд вот как в этом месте должны закончиться перед тем как начнутся инструкции типа в райд дописать начать писать дальше или все инструкции типа в райд в этом месте должны закончить перед тем как начнутся инструкции тип ритм это как раз реализации вот этой вот вот этой вот требования вот понятное дело что в этом месте как бы хорварит риды сойдутся а потом снова разойдутся начнут выполняться параллельно но они могут вполне себе продолжать выполняться параллельно если в этом месте не поставлен забор то есть например инструкции типа out вот могут вполне себе продолжать выполняться да мы поставили забор только на инструкцию типа и но в данном случае наоборот да мы как раз на п и и с out должны были поставить наоборот п out и с in вот такая вот фигня значит очень удобная штука которую приходилось изобретать в нынешних актуальных процессорах по постфактум и страшные протоколы вводить в случае риск файва есть если нам хватит времени а мне мозгов я даже попробую про это рассказать прямо математически доказанная модель частично параллельного то есть частично не упорядоченного или слабо упорядоченного доступа в память и эта модель гарантирует отсутствие рейсов и отсутствие значит блокировок доступа вот но для того чтобы явно указать что такая блокировка есть нужно ставить забор вот вот типичная ситуация забора это memory map input output когда мы должны строго поставить записать в один регистр перед тем как прочесть из другого несмотря на то что с точки зрения аппаратного распараллеливания вычислений хардваре трейдинга эти операции в общем не забить вот слушайте нам пора заканчивать бла-бла а мы никак не никак не закончим ну страдайте может говорили чем и мы отличается от цср а значит в первую очередь тем что это про процессор цср а даже про конкретно ядро процессора мимо это про внешнее устройство понятное дело что внешних устройств миллион и всех стандартизировать невозможно поэтому должно быть какой-то условное условный стандарт на то как выглядит мил а дальше это все дата шитами описывается а вот что касается цср он ходит прямо в стандарт есть в спецификации вот этого вот этого все также отличие состоит в том что мы используем механизм адресации для доступа внешним внешним устройством то есть задействуем контроллер памяти а в случае цср и мы прям дергаем процессор он прямо ходит как каким-то номерам а дальше он же процессор обращается куда-то вот ну да вот значит вот три отличия мимо как таковое практически не входит в спецификацию риск файл я нашел я очень долго пылесосил нашел два упоминания про memory map it in the top во первых на уровне машин то есть на самом верхнем уровне с который который начинается при как бы при включении питания есть спецификация двух регистров м-тайм и м-тайм цмп вот тут написано что это такое в на файл и бедит вот вот они чем они отличаются я честно не посмотрел ну короче можете сами посмотреть вот их нету в рамсе покажется и эти внешние таймеры понятно почему нужны потому что какое-то устройство которое дает тикать тикать нормально тикать да выдает какие-то регулярные тики она как правило процессору внешние вот дальше мы можем превращать это все в какие-то системные вызовы какие-то странные значит ну короче дальше это все мапится внутрь да да вот спасибо сокращение вот это действительно ценные замечания вот соответственно и еще одно упоминание мило спецификации говорит о том что когда у вас много ядерная система то есть основа процесса то работа с прерываниями очень сильно усложняется мы об этом попробуем поговорить хотя это будет тоже лекция чистом на бла-бла работа с прерыванием сильно усложняется потому что прерывание одно на все пришло от устройства а процессоров много и у них у каждого свои эти самые свои понятия о том как обрабатывается прерывание через csr который имманентен каждому ядру процессора это сделать нельзя значит должен быть какой-то интерфейс синхронизации который 1 а относится прерывание хочу только заметить две вещи и давайте все переходим все-таки к полингу господи много говорить приходится да за счет две вещи первое у нас даже номера этих регистров мтаймы из и time cmp не указаны видимо это зависит от реализации архитектуры а в случае интерфейс прерыванием вообще не указано как они называются ничего нет стандарте столько со словами взять они должны быть потому что иначе вас работать не будет придумать вот обратите внимание на то что в случае мэри маркетинг а вот мы впервые встречаемся с абсолютной адресацией в риск файве в этот в этом и только в этом случае нам действительно нужно хранить адрес той самой ячейки в которой у нас к которой у нас прибит регистр управляющие листа или там ну короче регистра внешнего устройства прямо сам адрес во всех остальных случаях помните адрес формируются с помощью ау и pc и вот этого все значит так полинг господи наконец начнем дойдем до рарса уже наконец и так полинг эта ситуация когда мы заглядываем статусный регистр нашего устройства проверяем готова ли она если готова это значит что можно с ним совершать какие-то операции и наконец операция совершена и мы устройство значит наш ввод или вывод закончен если устройство не готова мы ждем пока она будет готова снова проверяем что она готова опять же значит ждем пока будем готова мы же не знаем когда она станет готова мы еще не знаем ничего про прерывание поэтому просто бессмысленно тратим время ну или осмысленно если умеем дальше снова проверяем готовность при если год если готова наконец-то у нас вот закончен а если не готова мы опять ждем и так по кругу вот это есть полинг полинг пожирает процессорное время вот этим местом бессмысленным ожиданием причем пожирает настолько что устройство с которым мы сейчас будем работать в рарсе на современных быстрых компах не работает надо уменьшать скорость ему это сделать кстати сказать я встречал ситуации в жизни ровно такие же да если ты пишешь программу который тупо поле ты дальше тупо в цикле что-то ждет она может вообще все зависит чертям вот в этом месте бессмысленное ожидание устройство не готова давайте поделаем что-то еще абсолютно непонятно что-то еще что именно еще делать потому что мы должны вроде как фиксированные лимит времени поделать что-то еще потом снова спросить готовлю устройство случае полинга а не так уж много алгоритмов которые позволяют фиксируем что-то поделать а потом снова спросить вот значит то же самое относится к месту где это бессмысленное ожидание вообще-то говоря это под программа которая читает данные с внешнего устройства откуда ей знать на что мы можем еще хотим потратить время ожидания то есть как правило полинг при превращается в пустой цикл или вызов системного вызова подождать один из самых лучших способов организовать полинг это передавать управление операционной системы с вами операционной системы поделать там свои дела подожди там одну десятую секунду все давайте наконец чуть попрограммируем а то мне уже задолбал есть такое устройство называется цифровой блок блок digital lab сразу скажу она специально задизайнена абсолютно дебильным способом именно потому что большинство железок как нас уже предупреждал сокращенец тоже за дизайн абсолютно дебильным способом представляет собой это устройство очень простую с виду штуку это 7 сегменты на данном случае 8 сегменты потому что с точкой классический индикатор и цифровая клавиатура на 16 кнопочек чтобы эту клавиатуру подсоединить к нашему компьютеру надо нажать кнопочку конекту программ вот раньше здесь было написано конекту mix в планах лекций там все еще конекту mix потому что это было раньше на этом самом на марсе сделано вот чтобы почитать как этим пользоваться надо нажать кнопочку help help у нее отдельный вот тут описаны все устройства все регистры которыми она управляется он также умеет и в прерывании но мы пока прерывание трогать не будем давайте значит посмотрим вот значит как устроены как устроены регистры значит не стопну очень просто у нас цифровой индикатор просто два регистра 4 в 2 0 10 4 в 2 0 11 мы туда записываем байтик и каждый битик этого бантика зажигает соответствующий сегмент просто да да нельзя а вот цифровая клавиатура отвратительно устроены она устроена так вы выставляете какую строку из четырех вы собираетесь просканировать дальше час дальше надо дернуть что-то записать а вы выставляете какую столку вы собираетесь просканировать и происходит сканирование и на основании этого сканирования в вот этом регистре вас проезжает какие кнопочки только в этой строке были нажаты таким образом чтобы просканировать всю матрицу нам нужно четыре раза вы выставить нулевую строку первую вторую третью вот а потом и потом сравнить результаты поскольку может быть нажата только одна кнопка ну в текущем дизайне видимо видимо все строчки будут нулевыми кроме одной вот так вот странно это устроен давайте попробуем ну не знаю вот тут простейший простейший код давайте мы прям его напишем не глядя скажем ему луи вы я сказал ну ну там в ты 0 допустим 0x ff ff не смогу не глядя ff 0 да вот так 20 битов до 20 битов загружаем вот дальше берем байтик ну например ой что это было и почему оно такое было берем байтик например 42 т1 42 и записываем этот 42 100 ребайт в адресу у мимо значит смещение это база нашего напоминаю луи старшие 20 битов база нашего мимо вот она давайте мы на нее посмотрим вот она база нашего мимо вот соответственно а смещение давайте на него посмотрим правый регистр допустим 10 да значит 0x10 т1 0x10 от оттеной мне кажется этого должно быть достаточно давайте посмотрим а и тут еще в правый что-нибудь запишем но хорошо значит в правый в левый что-нибудь запишем в левый запишем т1 ну допустим 0xf ff я должно зажать зажать вообще все кроме одного битика вот и стоя байт запишем этот байт в левый в левое окошечко 11 пробуем так чтобы попробовать надо сохранить назовем его пока что хорошо назовем его нет не будем называть у меня есть пример в примерах поэтому вот подключен подключен поехали загрузили значит значение сейчас будет стари байт бэймс это у нас 42 так выглядит вот загрузили фиде я вангую что тут будет все кроме одного битика да все кроме одно бить к зажиму ну вот собственно и вся и вся премудрость то положили в нужный управляющий регистр соответствующий битики зажглись на соответственно табло красиво и безболезненно но к так красиво и безболезненно бывает далеко не всегда сокращение сподтвердит его поэтому для того чтобы для того чтобы поработать с блоком клавиатура надо в общем сильно постараться вот как я уже сказал и строй на устроено все это так нам нужно сначала загрузить номер номер ряда потом вот загружаем номер ряда и за потом забираем результат если мы хотим отсканировать все четыре строчки надо для каждого ряда это сделать вот и потом загрузить результат значит почему так но у меня есть предположение что это за дизайн из какого-то real life устройства в котором был просто четыре этих самых провода по вертикали 4 по горизонтали и соответственно мы подаем напряжение на один из этих проводов тем самым выбирая номер провода до бит соответствующий зажигаем и соответственно на этом проводе мы проверяем четыре контакта какая из кнопочек нажата получаем соответствующий бит один из четырех в результате вот и все да конечно было бы удобно все это как-то просуммировать и возвращать сразу 16 битов но для того чтобы вернуть 16 битов надо где-то аппаратно проделать все эти операции одно напряжение подать проверить второе подать проверить сдвинуть склеить эти четверки битов до третье сдвинуть склеить короче говоря проделать все то что мы в общем можем проделать программная а люди которые разрабатывают аппаратное устройство они в этом в общем не сильны вот поэтому такой вот протокол как в жизни неудобный вот вот значит как это выглядит значит мы берем записываем первый бит первая строка в управляющий регистр 12 а потом читаем из регистра статуса 14 а нет ли у нас нажатой кнопочки в первой строке с вашего позволения я скопи пащу большой кусок кода потому что он большой вот который будет делать что мы будем тыкать в кнопочки а он будет обитики пришедшие с кнопочек зажигать на этих самых цифровых индикаторах абсолютно бессмысленная программа но работать она должна и это главное ее это главное ее достоинство вот сразу скажу что на быстрых компьютерах в современном мире я прям скажу на всех попытка запустить эту ерунду при полной скорости рарса а а оборачивается его зависанием вот поэтому мы будем скорость снижать сейчас зато посмотрим как это делается вот движок который позволяет снижать скорость выполнения по умолчанию speed макс быстрый а мы поставим ну какой угодно спит только не макс и все начнет работать более-менее о смотрите комментарий от сокращенца про дизайн маточной клаватуры все клавиатуры так устроены да но все таки на то который лежит передо мной там есть еще контроллер клавиатуры который все это превращает в нормальные скан-коды вот а тут нет тут контроллером клавиатуры превращающим нормальным скан-коды работаем мы сами так вот значит давайте посмотрим на этот код просто чтобы посмотреть что он делает вот мы загружаем в регистр т6 эту самую базу мило мы по нему будем обращаться очень удобно со смещением здесь вот счетчик о быть команд видимо да вот дальше мы просто в цикле начинаем все опрашивать что мы сделаем мы сейчас про опросим все ряды нашей клавиатурки давайте клавиатурку тоже заведем будем опрашивать все ряды нашей клавиатурки и соответственно поскольку мы знаем что нажать можно только одну клавишу просто их орить друг на друга или не орить там говорится сдвигом ну короче вот возвращайте 16 битов давайте попробуем значит первый ряд 2 и так дальше значит до 3 вот значит что делаем берем один дергаем тот самый дергаем кстати почему тут не цикл ну ладно берем один дергаем записываем в ряд сканирования считываем нет ли там нажатой кнопки ор в т1 берем 2 дергаем второй ряд нет и там нажатой кнопки туда же в т1 берем 4 4 этот значит убиты понятно до 1248 биты наших рядов дергаем третий бит ряд записываем и соответственно 4 получаем такое кумулятивное число в который номер строки номер столбца указан а в значит я забыл сказать что не только номер строки номер старца столбца возвращается соответственно у нас будет всегда два бита один бит это номер столбца в котором найдено соответствующие клавиши нажатая а другой бит от номер строки поэтому понятно все значения будут разные для каждой из этих кнопочек ну а дальше все вот начать с вашего позволения да потом мы это все берем и записываем просто в 10 то есть вот в левый в правый индикатор или в левый вот ну еще на всякий случай выведем на экранчик вот и вся программа а счетчик счетчик который будет увеличиваться на единичку будем записывать в правое окошко вон там будет щелкать 0123 тогда вот сразу не буду демонстрировать как это виснет и сброшу скорость до 30 инструкций в секунду тем более что 30 инструкций в секунду это довольно быстро вот вот мы запустили и вот он занимается полингом где 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 да нет там ничего сидит сидит ничего не делает вот мы нажали единичку он спустился по обработке значит вот это означает первый столбец 1 строка 2 столбец а вот это означает счетчик один вот мы нажали на кнопочку значение сбросилась счетчик теперь два вот мы нажали нолик пожалуйста 0 0 1 строка 1 нулевая строка нулевой столбец значение счетчика 2 нажали любую кнопочку кнопочка сбросилась значение счетчика это 3 было значит значение счетчика 4 значение сбросилась на любой кнопочке нажали какой нибудь д приехал значит какой там четвертая строка второй столбец значение 6 но в общем и так дальше вот значит то что слева у нас это просто двоичное представление текущий номер счетчика а справа как видите всегда проезжает либо 0 битиков когда у нас ни одна кнопочка не за ним не нажата либо 2 бить к номер столбца и номер строчки вот собственно и вся вся премудрость вот обратите внимание на то что здесь не было место конкретного места полинга ожиданию мы бешено сканировали все эти регистры как подорвали могли бы поставить где-нибудь какой-нибудь сискал сискал там 32 на подождать или как предлагал александр если бы в нашей операционной системе было сисил тогда бы мы сказали все ну пока вот тут подождем иди в операционной системы понятное дело что все это чисто эмуляция сискал 32 вызывает джавовскую функцию поспать соответствующее количество миллисекунд но тем не менее вот давайте мы у нас есть еще полчасика давайте мы проведем эксперимент невиданного невиданной смелости и такие запустим все это на полной на полной скорости но поставим в качестве и полинг интервала этот самый слив 32 сискал я не знаю зависит она или нет но проверь тут должно быть проверка с предыдущим значением вот мы проверяем не то же самое ли значение сейчас у нас на регистре лежит если то же самое мы просто тупо тупо идем на начало цикла если количество циклов не исчерпаны вот где-то здесь где-то здесь надо поставить соответствий сискал ли а 0 а 7 32 32 я правильно помню 32 сискал с слип отлично в чем в миллисекундах сколько мы будем ждать миллисекунд это тысячная часть ну подождем так много там 333 миллисекунды подождем ли а 0 333 укол вот александр предложил очень похожее число тег значит сначала без побега безопасный эксперимент с этим самым с 30 инструкций в секунду жмух жмух подождали подождали все работает вот он там подвисает на треть секунды хорошо теперь собственных смертельных смертельный номер шикарняк похоже смертельный номер удался о нет сдохла яму я его задосил все он умер ну вот слава богу с разом все просто вот но вот имейте ввиду а такой имейте ввиду что такая фигня есть вот последний номер нашей программы это собственно веселая часть это графический дисплей в марсе есть графический дисплей для которой можно картинки рисовать люди игры пишут игры 2 а значит графический но правда конечно с прерыванием не на не на полинге графический дисплей представляет собой отображение memory map линейного адресного пространства в таковое же адресное пространство пикселей на экране вот такая красивая красота сразу скажу что как это не знаю в учебно-тренировочных ли целях или просто так вышло но у этого дисплея сейчас я его запущу вот у нас раз вот у этого дисплея такие проблемки с тем куда привязывать куда привязывать его мимо вот значит ну по умолчанию 512 а пикселей в ширину 250 пикселей в значит высоту один пиксель и размером в один пиксель то есть маленький мы еле увидим эти точечки вот значит и тот та часть куда он мопится может быть выбрана дело в том чтобы если его за мопить эту видео память на адрес куда мопится мил регистры 4 в 4 0 то там места не хватит но потому что 512 на 256 на одно машинное слово один пиксель в этом битмат дисплее занимает 4 байта это в общем больше чем то что там есть но за мопить куда ничего в безопасное место как это обычно делается на таких архитектурах ну вот например под 4 в 4 0 куда-нибудь там не знаю начиная с f 7 0 так замапить этот самый раз не позволяет а позволяет его привязать только к области хип области статических данных в области global пойтер области гоба куда бы мы сюда не привязали эту видео память все будет плохо потому что либо она у нас налезет на статик переменной и нам нужно будет что сделать нам нужно будет руками сказать а здесь у нас лежит видео память либо на у нас налезет на кучу что еще хуже потому что системный вызов который сбрк не знает про то что у нас видео память налезла на кучу будет на этой куче нам выделять адреса кстати интересная тема надо будет попробовать интересная тема пронаблюдать например ну не знаю там сортировку вот написать алгоритм сортировки и обмазать то же самое место видео памятью вот клевая такую домашку да вот значит да значит соответственно наиболее безопасный способ правильно правильно александр советует наиболее безопасный способ пользования битман дисплей это замапить его на кучу и тут же на этой куче вы выделить вот этот объем данных вот мы воспользуемся вариантом по умолчанию в котором она мапится прямо на область данных то есть там где у нас переменные лежат ну значит не будем заводить переменных или будем их заводить со смещением вот 512 на 256 на 4 почему бы и нет вот давайте для начала напишем как совсем простенькую программку вот давайте мы ее попробуем поскольку она довольно довольно маленькая вбить подглядывание вбить подглядывание в как бы вбить подглядывая они копипасте в чем мы делаем мы для начала заводим для начала заводим размер размер у нас 0 x 2000 похоже что так да и базу база тут почему-то 400 ну вот пускай она будет не 400 пускай она будет как по умолчанию все равно у нас нету давайте сделаем и так лику вы база у нас будет естественно но лист так это чем это мне не нужно это пока пускай тоже не нужно вот дальше дата бы из скрин собственно от этого места у нас начинается скрин вот там народ начал уже дискутировать на предмет то что происходит давайте все-таки попрограммируем ну хорошо текст что делаем мы еще делаем 9 что такое system call 9 это случайное число что ли а нет нет сейчас посмотрим help system call да нет а вот что это локейт хипмемори понятно этот код этот код написан как раз так как советовал александр взять на хиппи на хиппи почему-то 100 байтов почему 100 байтов вот это что за фигня так вот это фигня это надо переписать ладно ничего не будем делать на хиппи давайте меньше сделаем так какой там с этот самый системный вызов случайное число рандом 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 вот рандинт а 0 это рандинт рандинт 42 42 короче от чего до чего 42 системный вызов да значит от чего от 0 а 0 0 до единицы до размера сайза 1 сайт сайз вот да это 42 системный вызов вызываем этот самый 42 системный вызов ли а7 42 и кол получаем случайное число это случайное число это случайная позиция в нашей видеопамяти вот теперь нужен случайный цвет до случайный цвет а значит позиция в видеопамяти это номер да нет это это 40 всегда от 0 41 всегда от 0 рандинт а 42 рандинт рэндж теперь что мы делаем во первых это это номер нашего пикселя его надо сдвинуть на 2 чтобы умножить на 4 что получился адрес в памяти говорим ему с л лоджикал и чего там у нас а 0 это адрес в том числе там там не знаю т1 а 0 на 2 кажется это так должно выглядеть давайте проверим да это выглядит именно так александр смотрите я смотрю на рандинт рэндж и там два параметра вот возможно вы путаете вот с этим вот все понял александр это индекс псевдорандом генератор да это не начальное значение этого я путаю а не вы точно да вы права я не прав окей ну какая разница тогда давайте сделаем без индекса какой там рандинт да бога ради спасибо спасибо александр наконец я понял мы просто значит тут история такая вот этот рандом это на самом деле не рандом это джавна и функция рандом и это джавна функция рандом нужен номер последовательности и в а 0 передается номер последовательности мы помним да что псевдо случайные числа они это самое воспроизводимы а возвращается нас а в один передается результат да спасибо вот значит чем мы должны еще цвет цвет мы должны выбрать из f f f f f f я с вашего позволения не буду рассказывать о rgb представлении цвета да так 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 да значит не буду рассказывать оба же бы представлении цвета поэтому ли а 0 0 ли а 1 0 x 1 1 2 3 4 5 6 ну блин так подробно не буду рассказывать скажу только что интенсивность красного зеленого и синего излучения измеряется в двухбайтных величинах в таком варианте в таком цветовом пространстве значит rgb соответственно случайное число в диапазоне от 0 до 1 6 1 6 0 и как раз нам даст случайный цвет вот и этот случайный цвет надо записать store word а нет сначала you call ли a7 42 you call ага спасибо 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 я продолжаю тупить александр меня дан в данном случае александр сокращаться в данном случае занимаются удаленным программированием посредством меня огромным спасибо вот значит случайный цвет ну и наконец вот что у нас полученная а 0 случайный цвет на а там надо еще прибавить мне кажется там надо прибавить базу да надо прибавить базу который у нас лежит в где он где у нас лежит база сейчас вот это слово случайный цвет здесь не поймут а кто да надо прибавить он нигде не лежит надо надо сказать ему л а в какой-нибудь 0 скрин вот прибавить базу от с позиции т1 0 0 0 т1 и наконец здесь вот сделать 0 и все все теперь должно заработать во пробуем пробуем случайные точки рисуется на экране классика жанра получилось не с подсказки разумеется да еще тут еще тут нам алекс александр подсказывает что конец интервала включен вот давайте мы действительно здесь тогда скажем и здесь скажем ну а здесь наверное придется пожертвовать этим байтиком фиг бы с ним ну или ладно бог с ним бог с ним но правильное замечание от александра что вот здесь вот размер должен быть на единичку меньше потому что у нас оба конца включены вот да значит вот такая вот вот такая вот такая ерунда значит обратите внимание на то что мы сейчас тупо разместили эту штуку в оперативной памяти и в общем то довольно небезопасно с нею работаем вот давайте если мы захотим переменную завести где ее располагать значит для этого мы что должны сделать если мы привязываем базу к не базу основному основному пространству данных то это значит что мы здесь должны написать space и вот тут вот нам очень бы пригодилась арифметика в ассемблере который в рарсе просто нету и мы должны ручками домножать вот это на 4 но впрочем это не так уж сложно вот потом если мне если комментарий александр верен а он верен вот этот вот этот 42 нам может заехать вот в это место давайте здесь сделаем вот сюда может приехать сюда может приехать одно из значений вот вот и давайте мы а ну ща а давайте мы вот так сделаем 0 джанк вот чё чё сейчас сделаю сейчас мы проверим насколько насколько верна идея что у нас вот она верна но мы проверим что у нас вот этот сайт неправильный ибо у нас может приехать значение ячейки равные равные сайту то есть до 20000 и заполнится вот этот джанк вот ща мы это сделаем так запускаем запускаем нашу эту фигню она вот рисуется сейчас мы где-нибудь нажмем паузы посмотрим чему у нас равен ты 0 да так ай ну ладно ты 0 нет это доль по крайне нулю ну вероятность того что это кнопочка что эта штука заполнится нулем довольно низко позже ну в общем да давайте мы это все-таки остановим идея наша стоит о том что в то ноль так и не приехало значение ну да ладно значит сокращение обращая ваше внимание что именно так мы и сделали мы абсолютным прописали адрес памяти это абсолютно адрес пом Hand вот но замечание ваша совершенно справедливая и справедливое замечание состоит в чего вот в чем это тот кусочек который я пропустил но поскольку сокращайтесь на обратила внимание значит пропускать это был не надо Справедливое замечание стоит в следующем. Смотрите, вот в этом месте, помните я говорил, что Mio это штука, в которой мы впервые обращаемся непосредственно к абсолютной адресации. И скрин наш на самом деле равен вот этому значению. Здесь я попытался уйти от абсолютной адресации и вместо того, чтобы загрузить значение 1001.400, загрузил с помощью команды LA. А как правильно замечает сокращение, с команды LA в этом месте превратилась в классическую рискфайвовскую конструкцию загрузки смещения относительно текущего адреса плюс коррекция этого смещения. Почему это неправильно? Это неправильно потому, что если эту программу перенести в какое-то другое место, ее надо будет перекомпилировать. Ибо она вся сделана в позиционно независимом коде и как бы по умолчанию считает, что вот этот самый скрин находится на константном расстоянии от кода. Что неверно. Поэтому, как правильно заговорит сокращенец, не надо пользоваться таким, казалось бы, удобным и очевидным способом, а надо пользоваться другим способом. Надо делать вот так. Ну, хорошо. С, андер. И заниматься не вычислением с помощью АУИПЦ, смещения абсолютного адреса MIMEO относительно того места, куда загружена программа, а непосредственно загружать адрес SADR вот сюда вот. Вот это имелось в виду. Вот. Это более правильная картина. Кстати, мы тут рискуем тем, о чем говорил Александр, что мы здесь неправильно рандом делаем. Давайте мы... У нас нету, к сожалению, нету адресной арифметики, поэтому нам придется сделать еще одну константу. Сайз минус один. Кстати, так, наверное, не сработает. А давайте проверим, вдруг сработает. Так. Ф. Да. Не сработает. Жалость. Так сработает. Так. В. Так. А, джанк у нас теперь никакого нету. Ну и фигмент с джанком. Ну вот. Все продолжает работать. При этом... При этом... При этом мы соблюли, во-первых, замечание Александра относительно того, что у нас был неправильный рандом. Теперь правильный. И замечание сокращается относительно того, что у нас тут, значит, не надо использовать позиционно-независимую адресацию с помощью L.A. Вот. А надо прямо загружать адрес непосредственно вот тот, который есть. Мы его прямо в отдельном слове храним, отдельно загружаем. Вот. Можно было написать еще вот так вот на самом деле. Давайте уж все варианты попробуем. Так тоже можно было написать. Вот. Значит, эта инструкция всех, да, она, разумеется, раскроется в кучу, в несколько инструкций. Вот она. Но почему бы и нет? Наверное, вот это самый правильный вариант. Он не требует никакого хранения с адреса. Так. У нас осталось 0 минут времени. А что я хотел еще рассказать? А! Я, собственно, ничего не хотел рассказать. Хотел показать программу, которая... Которая рисует отрезки. Она довольно большая. Вот. Давайте я тогда не буду этот кусок лекции зачитывать вслух. Открою сразу программу. Вот. Попробуем на нее поглядеть одним глазом и посмотреть, как она работает. По-моему, вот. Вот. Значит, что это за программа? Программа... Давайте сейчас посмотрим, как она работает, потом поглядим на нее одним глазом. Вот. Рисует последовательности случайных отрезков на экране. Вот. Такая вот... Такая вот... Загогольная. Значит, что здесь пришлось сделать? Ну, конечно же, мне пришлось... Отдельно обеспечить программу постановки точки по адресам x и y. Потому что нам теперь придется вычислять относительные значения. От программы dot ставят точку по адресу x и y. Она делает это очень просто. Домножает x на ширину, складывает, получает адрес. Значит, у нее... Текущий цвет берется... Он не передается параметрам, он берется из ячейки color. Вот. И этим текущим цветом оно фигачит нам в видеопамяти. Ну, пуш-поп... Значит... Макрос, похожий на те, которые мы с вами писали для решения домашних заданий, для расписывания стека и этого самого... Какого фамилия? Кадр я не использую, похоже. Вот здесь. Просто расписываю стек и записываю его обратно. Вот. Соответственно... А! Кадр используется при процедуре... При максе собрутина. Собрутина у нас запихивает... Согласно конвенции, запихивает в стек сначала fp, а потом размещает на стеке все остальные... Только вот это не нужно. Это было лишнее. И, соответственно, return делает обратное. Return делает сначала pops, потом распихивает sp и возвращает. Вот. Значит, здесь у нас случайное число. Вот. Просто-просто случайное число. Вот. Это случайное число храном. Видите? Это случайное два... Ну, полусловом, короче. Это нужно для того, чтобы координаты правильно случайные ставить. Вот. Дальше. Дальше абсолютно... эзотерический макрос, написанный моим коллегой, по вычислению абсолютного значения целого числа. Вот. Вот у нас нет времени вдаваться в подробности, но он работает. Это какой-то хитрый алгоритм. Традиционно вычисление абсолютного значения для целых чисел не было ни в MIPS, ни в RARSE. Вот. А выглядит это примерно так. Вот. Верьте моему коллеге, он... Хорош. Дальше. А вот процедура проведения рисования линии. Тоже очень простая на самом деле. Мы берем, значит, x, y. Там, соответственно, у нас уже запомнено предыдущее значение. Вот. Икса, y. И мы, соответственно, рисуем линию до следующей точки. Как мы рисуем линию до следующей точки? Где у нас там? Line tool. Вот она. Значит, мы тут рисуем, запускаем цикл на максимальное значение дельта между x1 и x2 или между y и y2 и рисуем столько точек. Это нам гарантирует непрерывные линии, хотя некоторые точки будут нарисованы друг поверх друга. Вот. В общем, вычисляем, кто из них больше. Запускаем цикл на такое количество точек n, которое максимальное соотношение между различием абсциссы и альцидат. Вот. И дальше просто перекалькулируем x, y и ставим эту точку. Все. И очень неэффективный алгоритм. Он зато короткий. Значит, вычисляем, что больше. Разность между x или разность между y. Это у нас количество точек, которые мы должны поставить. Тогда у нас линия будет непрерывной. Дальше запускаем цикл по каждому из этих. С помощью простейшей пропорции вычисляем координаты очередной точки. Ставим эту точку. Вот. Еще одна функция, которая генерирует достаточно яркий, красивый, случайный цвет, чтобы не был там серым по-черному. Она вызывает наш храндом. Где-то тут. Не вызывает она наш храндом. Она вызывает этот самый... Она вызывает наш 42. На каждой 42 она получает для r, g и b значения. Дальше эти значения делаются более яркими, чтобы сумма цветов была более яркими. А дальше получается цвет. Это я упоролся, сделал такую функцию, чтобы точки были яркие. То есть мы получаем значение, видите, от 1 до 15, от 0 до 15. А потом превращаем его в значение от 0, ну, в смысле умножаем его на еще на 16. Вот. Дальше чего у нас... Дальше, собственно, main. Вычисляем случайное значение x, y, по которым мы ставим точку. Вычисляем случайное значение цвета. Вычисляем следующее значение x, y, чтобы рисовать линию. Рисуем линию. И так до посинения. Все. Значит, зачем... Тут в чатике пошли споры. Зачем такое безобразие с... С абсолютным значением. Сразу скажу, не знаю. Это просто реализация какого-то хакерского алгоритма. Вот. Почти наверняка с условным переходом было бы проще. Я думаю, что это какая-то традиция. Это надо спросить Михаила, автора этого макроса. Какая-то традиция пытаться обойтись безусловных переходов, потому что они, дескать, медленные. В действительности, в общем, примерно такие же. Вот. Так что замечание сокращенца относительно того, что не проще ли бы это было сделать с помощью условного перехода, совершенно справедливо. Я думаю, что проще. Вот. Тем более, что есть негейджи, да. То есть, возможно, было бы проще написать другое. Но разница, в общем, невелика. Вот. Значит, чего осталось сказать и на этом закончить? Чего? Какие темы мы не потрогали и, возможно, не успеем потрогать вообще? Вот. Или исключительно в теме бла-бла будем в режиме бла-бла мы про них говорить? Первое. Это дома, которого в Рарсе нет, не будет и как бы трудно себя вообразить. Оно, конечно, про него поговорить имеет смысл. Вот. Директ Мемори Аксесс. Идея состоит в том, что внешнее устройство, которое передает большие объемы памяти, данных, хорошо бы научить самостоятельно ходить к оперативной памяти, самостоятельно туда класть данные, самостоятельно оттуда их читать. И это, как обычно, сравнительно простая идея. При попытке ее реализации в современных, так сказать, вычислительных системах, обрастает большим количеством достаточно сложной магии. Вот. Связанной как раз с кэшами, обитражем, обитражем уже доступа к самой оперативной памяти. Ну вот, допустим, внешнее устройство кладет свои данные в память, и мы тоже хотим в это время класть. Но идея освободить центральный процессор от перекладывания байтиков, это очень хорошая идея, поэтому ДМА используется практически на всех современных железках, если не на всех вообще. Вот. Потому что. Вторая идея, это уже совсем такая современная и очевидная, это ГПУ. Понятное дело, что нам в RARSI ГПУ ни к чему, но очень часто внешние устройства представляют собой достаточно сложные процессоры, которые сами разбираются с теми данными, которые мы их посылаем. В этом случае мы вместо того, чтобы посылать на эти самые внешние устройства данные в том виде, в котором мы хотим, чтобы эти устройства выводы их вывели, посылаем туда некий полуфабрикат, который эти самые сложные внешние процессы обрабатывают, и сами уже делают, что надо. Да, вот ГПУ устроено примерно так, с точки зрения обычного пользователя. Мы туда засылаем какие-то меши и еще чего-то, а оно там дальше их жует. Вот. Ничего этого у нас, конечно, в RARSI нету, да и, собственно, уровень сложности такой, что мы бы это пощупать все равно не смогли. И то, и другое, как вы понимаете, это аппаратный запрос на убыстрение работы нашей вычислительной системы путем разделения функций. Пускай, значит, графику обрабатывают графическое устройство, пускай с графической памятью и вообще с пересылкой данных тоже работает графическое устройство, а процессор пускай вычисляет. Вот такие дела. Так, ну что, братцы, я выжил, как обычно, немножко времени вашего. Если есть какие-то вопросы, я все ждал, что они будут, то давайте их по-быстрому задавайте. Если вопросов нету, то тогда мы это временно заканчиваем. Обращаю ваше внимание, что здесь, наверное, немножко другой текст программы. Я его поправлю за сегодня. Вот та программа, которую мы смотрели, она в приложении. Вот. Сокращение спрашивает насчет параллельности versus многопоточности GPU. Ничего вам не скажу. Мне кажется, что нет. Что современные GPU, я вот что-то такое читал, наоборот, очень-очень-очень заточены про многопоточность, вплоть до того, что там количество потоков... Что там количество потоков управляемое. Вы можете задать столько потоков, сколько вам нужно для обработки конкретного графического примитива. Потому что в действительности это так и есть. Вам нужно посчитать одну поверхность мешей, 10 поверхность мешей, 10 поверхностей, еще какую-то ерунду. Короче говоря, мне кажется, что скорее наоборот. В GPU скорее понятие ядра такое расплывчатое, ну, в смысле количество ядер. Именно потому, что задача вычислить сразу все, она, как правило, хорошо параллелизуемая, но параллелизуемая на непонятное количество непонятное количество параллельно работающих процессов. Что там про переключение контекстов и логику взаимодействия ядер, ничего не скажу. По всей видимости, действительно, там все не так хорошо. Но я, правда, не спец по GPU. Может быть, в какой-нибудь финальной лекции я немножко про это поговорю, но опять же, только в режиме бла-бла. Значит, домашнее задание у нас будет, разумеется, на вот эту фигню. Вот. Да, да, да. Вот Александр как раз говорит, что наоборот, новопоточность хорошая штука. Хорошо. Пошел разговор уже в чатике, как сказать, мимо темы. Значит, вопросов нету. Тогда мы с вами на этом заканчиваем. Домашнее задание будет на графическую штуку, потому что ее можно без графики запускать и дампить память. Вот. К сожалению, на вот это вот безобразие домашнее задание очень трудно придумать. Вот. В следующий раз у нас уже настоящее прерывание. Вот. Ну, на чем, собственно, и до новых встреч. Всего наилучшего. Всем желаю. Будем надеяться на хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok